вот был фризин район у нас сейчас начался снег вот такие большие пушинки снега огромные просто да нас всех экстренно отпустили с работы с учебы мы всех позабирали приехали домой ужасно ну мне кажется через камеру так не видно ужасно просто на улице мороз все что выпадает сразу замерзает а сейчас еще пошел крупный снег который может превратиться в крупный град очень крупные очень крупные как бы так показать что было видно насколько они крупные я сегодня варю компотик было несколько яблочек которые такие подпорченные в общем я взяла где-то примерно здесь до полтора литра воды 4 яблока у меня такой сухой чай из украины свекровь прислала там она сама сушила там яблочки и в общем ягодки какие-то лепесточки роз немножечко сахарку и вот такой вот компотик мы варим давно не пили компотик домашний сейчас привет друзья включила машину еду сейчас делать брови к своей девочке и и включилась музыка включился диск это диск который еще мне моя сотрудница записывала в израиле перед тем как родился еду когда я забеременела она мне подарила два диска по 50 песен на каждом называется мои первые 100 песен но на иврите израильские израильские песенки детские вся классика как бы которую только можно себе представить детских песен это там боже я в этой куртке как это баба на самоваре знаете такие были баба пошитые вот я себя такой и ощущаю также выгляжу вот на самоваре баба на чайнике и включил эту песню когда почему-то это габи эти песни любит но есть только лишь одна песня которая она воспринимается всего диска длится например на минуту и если у нее там истерика когда в машине бывает если мы путешествуем она просто эту песню бесконечно просит чтобы она играла и мы включаем знаете на такой чтобы только эта песня крутилась уже мы все просто в шоке от этой песни но она единственная которая успокаивает но почему-то этот диск у меня ассоциируется больше с эдошенькой потому что он обожал все песенки этого диска он просто наверное месяцев с 3 он уже в три месяца слушал он уже знал знал все эти мелодии он тоже затихал он так слушал всегда внимательно не наверное как то но не то чтобы рассчитано на деток но просто наверное действительно для детского уха больше как он их любил он просто затихал он их слушал он он их обожал он их обожал у меня действительно все его вот это вот вот точно первый год его жизни прошел просто с этим диском такие вот бывают и вот до сих пор сколько лет уже этому диску и дожке девять лет уже слава богу вот все сегодня у нас воскресенье утром мы должны были по идее сегодня ехать в гости но там все перебилось у нас там ребенок заболел и не хочется не то чтобы ехать заражать свои идеи не хочется просто люди будут напряжение они хотят естественно своего ребенка в чувство привести до понедельника поэтому я сказала не напрягайтесь все нормально как бы все все нормально у нас все равно тоже всегда есть работа дома делать сейчас я вам рассказывала на прошлой неделе мы начали изучать фингер уэйвинг это укладка пальцами не знаю как это сказать то есть и мы крутим все эти двадцатые пятидесятые шестидесятые года все говорят кто сегодня это делает вы удивитесь сегодня это очень много делают если вы особенно работаете допустим в киноиндустрии или например на телевидении очень много кстати работают ребята именно новички там много работают очень много новичков и талантливых людей и за кулисами так сказать там где делаются прически либо если вы например обслуживаете клиента и он хочет что-то экстравагантное на ужин например женщина хочет на делают эти завивы ну не завивки а эти укладки такого характера сегодня делают это очень экстравагантно считается и неповторимо и это действительно труд еще тот так как у нас укладка идет пальцами работают эти два пальца у нас ученица предупреждала ребята приготовьтесь у вас будут болеть все мышцы на руке но сначала не совсем как бы понимала о чем она говорит но сейчас я понимаю буквально в тот же день у меня начала болеть рука весь низ вот от этих двух пальцев просто по всей руке вот по всей руке под мышку и до груди до середины груди болит все болит руке представляете то есть она сказала что вы должны будете create new muscles да то есть образуются новые мышцы которых до этого не было потом она уже болеть не будет но в принципе по самой себе структуре это не легкая является легкой укладкой с кем я не поговорю вчера я забегала в свой салон где я делала стажировку где я буду продолжать ее делать потому что стажировок у меня будет несколько за мою учебу ну я сказала что по субботам если у меня когда будет время я буду к ним приходить так вот вчера была одна из первых суббот когда я пришла перепрыгиваю с темы на тему но так отлично мы пообщались я немножко им помогла и в общем классно было очень приятно приходить в место где тебя рады видеть и где искренне рады тебя видеть я действительно чувствовала себя как будто вернулась домой за ними за всеми так скучала вот эти две недели пока их не видела так вот я всем рассказала про этот фингер вейвинг они говорят боже все такие о боже это самая ненавистная часть даже наши главные мастера так сказали они говорят но зато когда ты как бы понимаешь уже как эта система работает то не остается сомнений по тому как это делать и как это работает но просто это какие-то навыки которые ты должен просто выработать наработать эти маслс и все главное не лениться вот приехала я уже главное не лениться и наверное я соглашусь с этим что вообще в любом деле нужен нужна экспертиза не только в плане знаний а также экспертиза в плане твоего как бы технической наработки опыта твоего и вот здесь в стрижке как бы вот вообще в этом всем моем обучении стрижек стрижки я учу можно сказать сама по себе по видео по тому как я наблюдаю за мастерами мы как бы технически так что нам сказали вот сейчас мы неделю только стрижем такого нету мы изучаем укладок очень много укладок я понимаю что я не совсем люблю делать укладки мы изучаем химию очень много разной химии и кстати есть вещи которые начала понимать которые не понимала в школе вот благодаря хорошему материалу хорошему учителю хорошим объяснениям ну и все таки я уже повзрослее понимаю как в жизни какие-то вещи работают очень много по химии стала понимать чисто химии да даже школьной химии вот такие мы вещи очень много теорий разных очень заболеваний разных и укладок вот эти вот всякие виды косичек укладок начесов работа с плойкой с утюжком да если я правильно на русском же утюжок называют то что называется flat iron то есть этого всего очень много я понимаю что я не очень это все люблю но это все надо делать а почему не люблю потому что не получается как у учителя но когда ты это делаешь бесконечное количество раз что-то там начинает вырисовываться и конечно же ты в этот момент понимаешь что все вопрос экспертизы и вопрос того твоего опыта сколько ты это делаешь то есть надо просто делать нету такого что я не могу есть такое что просто нужно терпение и понимать что время тебе даст эту наработку то есть ты должен просто отрабатывать 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 это все придет вот так что ребята я приехала я вам хочу просто сказать что в любом деле в основном у вас вначале ничего никогда не будет получаться но вы должны знать что упорный труд решит все все вопросы все я пошла уже воскресенье вечер я делаю одновременно две запеканки в своих сковородках здесь значит я делаю картофельную запеканку которую Костя любит в большой сковороде то есть это буквально как большой драник просто здесь немножко майонеза я добавляю больше муки и тоже яйцо и все остальное то же самое и вторую делаю запеканочку заливное заливное тесто с цветной капустой вот оно готовится запахи ставят невероятные вот какая красотинь это картофельная это с цветной капустой вот так она еще даже шумит вот такой шум идет сейчас видно как от краев только вытащила вот от краев начинает отходить очень хорошие но не прилипают видите уже почти отошло просто свободно сейчас выйдет из этих сковородок и на тарелку или в контейнер кому куда они должны подостыть я их накрою и все готовы запеканки на перекус в школу на работу кому куда так так и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok